Сотрудниками областных управлений службы государственной безопасности Республики Узбекистан пресечены попытки незаконного оборота наркотических средств на территории нашей страны. Детали оперативных мероприятий в обзоре нашей программы. Незаконный оборот наркотиков является одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Особенно актуален этот вопрос в странах, граничащих с Афганистаном, который является одним из мировых лидеров по производству наркотических средств. При этом правоохранительными органами Республики осуществляется системная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории нашей страны. В частности, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления службы государственной безопасности по Хорезомской области, в селе Гайбу Ургенского района был задержан житель Кушкупырского района Олабергенов Юнусбек Бахтиарович. В 1990 году рождения в момент реализации 995 граммов героина и 1 килограмма 6 граммов опия за 140 тысяч долларов США. Подобный случай был зафиксирован и в Самарканде. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками областного управления СГБ, был задержан житель Ургутского района Джабаров Аброр Абдугафорович. 1973 года рождения при попытке реализации в Махале-Янге-Арык Самаркандского района 451 грамма опия за 11 тысяч 250 долларов США. Как выяснилось, эти наркотики были доставлены ему гражданином Таджикистана по имени Изад контрабандным путем. Кроме того, в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Сардаринской области, на территории Бекабадского района Ташкентской области, был задержан местный житель Хосимов Олам Рахимеддинович, 1980 года рождения, во время перевоза 85 граммов героина и 2 килограммов 463 граммов гашиша, отправленных ему таджикскими сообщниками. К сожалению, ранее осужденный на длительный срок за незаконный оборот наркотиков, однако в ноябре 2019 года освобожденный условно Олам Косимов так и не сделал для себя соответствующих выводов. Наряду с этим, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Ферганской области, на территории села Чагале Дангаринского района, была остановлена автомашина «Спарк», следовавшая в направлении Фергана-Ташкент под управлением сотволдива Мураджона Арабжановича, 1988 года рождения. В результате осмотра автомобиля при участии понятых в его моторной части обнаружен спрятанный гашиш весом в 1 килограмм. Я вез 1 килограмм гашиша с целью сбыта в Ташкенте. Меня задержали сотрудники СГБ на посту Чагале. Я очень раскаиваюсь содеянным. В ходе доследственных мероприятий выяснилось, что Мураджонс от Уолдиев приобрел эти наркотики, приведенные из Кыргызстана за 10 тысяч долларов США у жителя села Юкар-Вуаддэль Ферганского района Арт-Халима Алабаева, 1982 года рождения, и ранее дважды судимого, а ныне отбывающего наказание в виде исправительных работ, Ильмеддена Абдурахманова, 1978 года рождения. В свою очередь, эти лица также были задержаны. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления СГБ по Сардаринской области, был задержан житель города Бекабада имамов Аброр Курбаналиевич, 1981 года рождения, при перевозке 973 граммов гашиша в Ташкент. Установлено, что эти наркотики были доставлены в Ташкентскую область таджикскими наркокурьерами. Также был задержан родившийся в 1992 году в Республике Таджикистан, а ныне проживающий в Бекабадском районе, Усманов Джаханшох Бахадырович во время поставки 500 граммов гашиша Алиеву Пардабоя Абдулаевичу, 1964 года рождения, житель Букинского района. Выяснилось, что Джаханшох Усманов выполнил эту гнусную работу по указанию своего брата Усманова Хайрулла Бахадыровича, 1983 года рождения, отбывающего наказание за совершенное ранее такое же преступление. Следует отметить, что Пардабоя Алиев также был ранее судим за торговлю наркотиками. Однако должных выводов не сделал. В результате проведенных оперативных мероприятий всего было изъято 1 килограмм 80 граммов героина, 1 килограмм 457 граммов опия и 4 килограмма 936 граммов гашиша. В настоящее время по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В рамках следственных действий принимаются необходимые меры по выявлению других лиц, причастных к этим делам.